приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить партизаны 1941 что ж в результате рейда в деревню богачева мы предотвратили казнь подпольщиков плюс освободили ольгу белозерову очень важного бойца для отряда это собственно говоря боец красной армии мастер спорта по пулевой стрельбе плюс у нас в отряде еще есть теперь некий подпольщик кулагин он правда ушел налаживать снабжение налаживать связи я надеюсь что не стучать коменданту чтобы на нас потом каратели не обрушились в лесу но суть в чем мы добыли ресурсы нашли кучу буквально всего кучу всего и самое время собственно говоря немножко разгрузиться растяжку мы выложим в вещь конечно важная полезная нужная но пока что пока что не настолько она для нас цена так я думаю что вот эти патроны мы тоже выложим это патроны для нагана обидно конечно что у нас патронов для mp40 не так много как хотелось бы так это фетисов это ольга это что за патроны а о ну смело передаем передаем фетисову это сто процентов передаем фетисову передаем фетисову все этот люгер п 08 мы выложим пока он для нас несущественную роль играет аптечку обязательно финку одну на склад дополнительную которую мы нашли в подсумок гранату так это боеприпасы для мусинки на это боеприпасы для мусинки вот вот начаться отсортируемся красиво красиво так это мы передадим этому пока выложим сюда пока что на склад полностью от дробовика мы откажемся а вот коряк мы возьмем коряка мы возьмем и вот патроны к нему соответственно если у нас мастер спорта по пулевой стрельбе есть в отряде то как бы ну грешно было бы что то что то отдать хотя блин чё нас много надо мосинку взять короче все-таки советский боец он привык к советскому оружию возьмем мусинку какую-нибудь пусть вот это вот и соответственно патроны к ней такс ну что вроде все так саня что у нас притащил саня у нас притащил капкан бутылочку принципе как отвлекающий маневр так подсумки все наше имущество мп-40 он еще взял с собой это патроны этапа вот это как раз это кажется надо передать фетисову плюс бутылку в подсумок нормально так это у нас патроны я не привык еще на самом деле вот этим вот обозначением они все-таки похожие по камере у винтовочных патронов это передаем белозёровой вот вот красиво красиво это пистолетный для нагана да это передаем золину дробовик мы нашли еще одну финку мы нашли и вот ножи нельзя объединить их только раздельно можно носить так камень бутылка это все на коряк патроны а собственно у нас зорина с коряком и ходит эти патроны мы передаем белозёровой это винтовочные патроны елки-палки у меня сам не немножко бесит это менюшка не всегда она появляется отображается так как должна так а можно разделить да вот одну мы передадим белозёровой что у него как-то все пустовато в плане интер в плане рюкзака но мы будем ее пореже использовать на самом деле зачем она нам нужна так о о вот оно что это передаем это мы передаем фитисову у фитисова мама родно сколько патронов им хочу отметить вы гляньте на mp40 кстати он один еще с собой приволок вот вот ножичек есть все есть но давайте капкан возьмем на всякий случай я думаю когда-нибудь он нам пригодится не просто так он у нас есть отлично отлично друзья мои раскидались теперь надо бы по навыкам пройтись теперь надо бы пройтись по навыкам так сводка наша слухи с фронта кстати одесса больше месяца держится под ударами фашистских полч эвакуация продолжается местные слухи кулагин слышал от знакомых что в городах всех жителей заставляют работать на оккупантов трудовая повинность а саботажа расстреливают на месте люди бегут кто куда в райцентре население сократилось в разы вон ну как так давайте качнемся у ничего себе убила зерва 6 навыков так но для начала командир что поставим командиру что поставим командиру но я не знаю будут ли у нас в будущем бои жесткие поэтому даже не знаю что сделать воодушевление картинка занятная кстати давайте защиту поставим в принципе я всем это поставил по большей части давайте пусть сами будет у нас меньше шуметь хотя а нет вот мы его точно скачаем при стрельбе из ружей так но фетиса у него тут всего один навык доступен нам точность при стрельбе из пулеметов позволяет до конца здания игнорировать эффект легких травм вот точность стрельбы из пистолетов пулеметов вот тут у кулагином и сейчас о кулагина белозерова тут мы сейчас разойдемся пистолеты пулеметы а так она тоже по пистолетам пулеметом нифига себя думала стрелок из винтовки какие тогда тоже мп-40 надо давать ну тогда берем открываем этот навык пусть бегает быстрее пусть побыстрее перезаряжается пусть очень хорошо стреляет так что по ней побегущие не попадали ну пусть пистолет еще поставим ну и пусть вот это вот знаток украде вот тогда чего получается надо ее будет перевооружить час надо ее будет перевооружить действительно и белозеровой отдать автомат они винтовку если она такая мастеровая в стрельбе именно из пистолетов пулеметов тогда тогда я глупость сморозила раз отдал и мосинку но кому-нибудь мосинка явно пригодится и так считаю тогда слушай родники поделись поделись с товарищем передать белозеровой отчета тебе многовато передать белозеровой вот он белозера у нас теперь с патронами вот и хорошо вот и славно так давайте по хозяйству посмотрим что у нас есть по хозяйству рыбалка на рыбалку мы кого назначим не подожди секунду one момент нам тут нужно сначала кое-что построить строительство у нас достаточно ресурсов чтобы и оружейка и мастерская взрывчатка медикаменты я думаю что нам лучше оружейную ставить народ это гораздо будет важнее давайте мужиков подрядим назначить лесозаготовка неохота неохота тратить ценнейшие ресурсы которые мы так добываем со скрипом а вот на рыбалку саню надо бы отправить или пусть пусть белозерова о назначить на складе у нас все пучком думаю что он по медицине у нас вроде бы никто не ранен поэтому в принципе день можем завершать вот и хорошо все хорошее оружейное ольга ты где так стрелять научилась что впечатлен не у тебя одного тут есть спортивные достижения я между прочим мастер спорта по пулевой стрельбе тренировалась с детства помню отец каждые выходные брал меня в тир в тир а мама против не было все-таки оружие не игрушка по официальной версии мы ходили на озеро кормить уток так что мама не волновалась неплохо неплохо так что у нас там штабе какие есть новости а новости то вроде как бы нету да можем отправиться на задание я думаю что отправиться на задание нужно оперативное реагирование ухты блин мне давайте лучше на пропаганду сходим среди деревне осталось только староста полиция на сборах поговорим с населением развеем лживые немецкие сводки о сдаче ленинграда и москвы вот давайте красноармейцев туда подрядим кадровых военных назначить получим опыт саню мы отправим на рыбалку все-таки наши герои каждый расходует по 5 единиц продукции поэтому нам нам нужно запасаться едой готова задача способом как себя поведет оружейная что же там можно будет сделать я думаю что конечно тоже не забесплатно но так или иначе вернулись наши ребята боевой дух опять подрос так хозяйство оружейная так перетащите оружие в слот оружейного слота чтобы его улучшить ну-ка она действительно все не бесплатно все не бесплатно так а как допустим мы можем затюнинговать винтовку я бы на самом деле куда-нибудь на что-нибудь я бы повесил глушитель если это можно сделать можно на ган елки-палки так убил озеровый убил озеровый люгер расширен магазин пружина откалиброванный прицел вообще не работает на mp40 нельзя бляха-муха так дробовик сверловка чок-бор увеличение урона калиброванные прицелы сильная пружина но я пока не знаю если нам смысл так тратиться по ресурсам все-таки хочу поставить еще мастерскую на будущее поэтому мы наверное пока что пока что распыляться и тратить ресурсы не будем на самом-то деле чё нас по сводкам есть чего-нибудь местные слухи фашисты по закрывали почти все школы в районе оставшихся в оставшихся программу сократили до четырех классов больше считают новые хозяева русским не нужно вот тебе и дела так на лед мы получим сумку медицинскую нас и так много их не нужно нам больше так оперативное реагирование в принципе наверное вот кстати вот сделать алиса заготовку это было бы правильно давайте назначим сюда фетисова коляню это будет доступ к нашим ресурсам плюс садом по дороге в нескольких километрах отсюда движется небольшая колонна грузовиков мы можем устроить засаду в принципе 50 процентов шанс успеха уже вот давайте втроем организуетесь ну и в принципе день можем заканчивать все все наши вернулись хорошо добыли обезбол добыли они еще и гранатку надеюсь никто не ранен так новости 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 местные слухи ваш район для перегруппировки перед отправкой на фронт прибыли части сс самые опасные фанатичные слухи с фронта немцы распространять слухи о взятии ленинграда кулагин говорит что брешут конечно брешь особенно если мы знаем реальную историю конечно брешут так давайте на склад зайдем до склад и кому-нибудь дадим дадим гранатку гранатку мы дадим афетисову а бейсбол дадим белозеровой во во как вообще было круто навесить глушитель на mp40 или хотя бы на люгер это было бы офигенно так хозайство теперь мы уже на лес и заготовку отправиться и получать собственно говоря ресурсы вот пускай вот пускай командир займется этим на рыбалку мы отправим саню еду нужно получать потому что мы тут просажемся хотя нет пусть фетисов сходит на рыбалку вот вылазки есть какие-нибудь несложные все блин сложные и все требуют большого количества ресурсов которые у нас нету поэтому в принципе на день мы можем завершать белозеру пусть последить за пацаном всего наступает день боевого задания наконец-то очень долго мы прям несколько суток отсиживались подымайтесь беда город едут каратели какая там обстановка сплошные руины немцам он оказался не по зубам наши за него дрались как чать тогда фашисты вызвали авиацию и разбомбили его а там кроме военных еще были жители сволочи многие кто тогда выжил ушли в подполе и стали мстить за родных и товарищ там по три-четыре разы на тыждень проводят облавы но толку никакого видно шо в этот раз комендант всерьез решил покончить сопротивление вы знаете кого-нибудь из подпольщиков где их найти в местной больнице помогают раненым партизанам це все шо я знаю мы постараемся их защитить выходим незамедлительно ну командир сказал надо боец ответил есть собственно давайте давайте будем делать давайте будем работать будем 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 смотреть такс ну что в принципе на складе мы все сделали навыков новых у нас не получено ну и наверное будем отправляться на задание непосредственно так все у нас нормуль так на задание то есть у нас еще и ограничения как бы по числу задание каратели чтобы наказать население за подпольную деятельность комендант миленберг отправил в город каратели их возглавляют палачи из сс вы уже имели с ними дело на фронте и знакомы с их методами жителей надо спасать собственно говоря командир у нас заблочен он по любому идет на задание но давайте посмотрим давайте посмотрим на нашу белозеру в бою отважная наша блин с карателями наверно вот вот как раз таки пусть сани останется а вот наши бойцы пускай отправляются вот отправляемся на задание так что кстати белозерова даже выше по опыту чем командир золин вот это вот это интересно кстати говоря так враги очень хорошо вооружены задачу предположить предпочтительнее выполнить силой есть дополнительные задачи но я вас понял ваше товарищ сочувствую друг он был другом мы отбили тех людей у эсэсовцев когда их вели убивать они убивают всех кого видят детей взрослых всех вы я так понимаю из госпиталя мы пришли вам помочь надеюсь еще не поздно нет с моей внешностью мне нельзя было приближаться к больнице фашистам без разницы евреи ты или казах если бы меня там заметили всех бы сразу арестовали вы пойдете туда тогда я с вами вы знаете откуда приходят враги со стороны поста это вверх по той же улице где больница идемте по пути спасем всех жителей каких сумеем задача объемная какой голос знакомые у нашей есть новой спутницы валентины боец тоже очевидно из красной армии вооружена винтовкой слава богу нас нет никакого таймера но голос один в один дани рохас женской версии сваркая 6 алина сырова актриса озвучки такс но суть-то в чем помощь жителям уничтожить первую группу карателей вообще по большому счету наша главная задача это как раз таки больница и блокпост но каратели это тоже надо чистить и город достаточно объемный уже второй раз подряд у нас такая очень городская застроенная локация так первая группа прямо прямо по улице да вот прямо по улице лишь бы патронов хватило давайте будем двигать где-то вот здесь эти суки стоят давайте в кусты кто из них карателя раз два три четыре хотя я думаю что там еще кто-то стоит так валентина у нас вооружена винтовкой мосина плюс у нее патроны имеются у нее медицинская сумка нифига себя мухаммедова валентина аллеевна и казашка казашка сержант медслужбы 21 год из поселка ленинский казахской сср отец казах мать русская комсомолка училась в алмате на педиатрическом факультете медицинского института ушла на фронт вместе с подругами одногруппницами была направлена в медсанбат медсестрой она как так ну в принципе по большому счету мы можем снять этих гадов издалека но боюсь что местные жители пострадают давайте проверим друзья мои я не знаю как сработают наши бойцы я не могу этого знать только бы не заметили прячемся за укрытием ай молодчики как я вас обожаю бегите ребятки вот местные бегите все перезаряжаемся а вот это уже эсэсовцы вот эти твари очень опасно нужно покажем гадам как драться ты блин покидаем здание покидаем 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 быстро за укрытие петисов немножко ранен ты бляха муха так я надеюсь что мы задачи-то выполнили с карателями разобрались с первой группой это хорошо сейчас главное все сделать очень четко и красиво я думаю мы это будем делать в замедлении так что если вот сюда поставить на самом деле 1 рисова сработать таким вот образом через f очку а зорин нам просто поможет ох как хорошо выходе по одному получен достижение не слабом не слова ну красиво убрали друзья мои согласитесь с группой карателей расправились буквально буквально за считанные секунды вообще конечно способность у фетисова довольно имбовая так рупимся ну давай обыщи этого фрица что у него там интересного вот у него ключ самое главное самое главное это ключ ухты бляха муха мы срисованы дамы и господа да бегите вашу мать вот сука что ты встал что ты встал зорин отступаем отступаем попутно кдшимся нихера белозеров топила мощно так мы сейчас тут встретим прям возле выхода на молочке через окна стреляют по стиле ли фетисова вставай брат вставай если не мы то никто елы палым да уж да уж так увалилась сумка а у кого-нибудь есть еще сумка медитна ну пусть она тогда его вылечит где болит везде у него болит этот гад был с пулеметом неудивительно что такого точно вынес не не лучше отойдите нахер а то взрывом еще есть самих заденет она нам не надо так то шкафы имеются слава богу таймер не бежит то есть соответственно нас не подгоняют потому что нужно успеть как можно побыстрее в больницу пока ее не сожгли всем пригнуться отлично сюда бы роту пулеметную так вперед зорин сюда белозерова так а много ли их тут один постоянно куда-то ходит 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 брой блин я думал его с ножа снять а он тут башни вертит так что никак его не не оформить надо быть осторожным сейчас мы зайдем за лавочку и будем делать красоту давай уже отверни башню так ну что белозера у нас расправится с вот этим козлом зорин гасит вот этого фетисов валит вот этого черта валя ему помогает начнем ну как вам сказать но мне понравилось вот вот так вот технично я только за работать сэвимся перезаряжаемся и идем к больнице честно вам признаюсь дорогие друзья вот этот момент я пытаюсь пройти уже наверно раз может быть 7 с этими ссовцами просто невозможно совладать это не полицаи это не вермахт это это просто это просто тварь и быстро их хрен пробьешь они бьют на дистанции очень мощно и про просто просто анрил здесь на самом деле я пытался с ними расправиться по-всякому но пока безрезультатно вот сюда в гранатку запульнуть было красиво на самом-то деле да как противник ссовцы очень жесткие слава богу они вроде успокоились так и тисов у тебя же там был капкан в инвентаре вот давай мы на кого-нибудь его поставим принципе растяжку можно было бы использовать как раз в этом моменте лучше это было бы на более правильным шагом и как раз можно было бы выманить их избавиться от всех разом но там была собака это было важнее в данном случае жду приказа в принципе даже выбежать и дать как бы залп они меня через окно увидели да попадется хоть какая-нибудь падаль вот командир туда и попался блин тут ни одного абсолютного укрытия нету так чтобы можно было спрятаться и пострелять по этим гадам стоять так у кого гранаты есть отлично кисова не в наличии а ё-моё гранатку и нам тоже летит мы тоже от гранат убегать обучены так пока нас нахер а я же сэвиться не могу враги встревожены убейте его убейте ура да уж как всегда как всегда ранен так вот там есть гранаты гранаты должны быть они есть у зорина так на чё там у нас на x пошел нахер сука ну бля ублюдки ненавижу ненавижу просто твари конченые ссовцы реально есть они нам где-то будут еще попадаться на следующих миссиях это будет край я не знаю сюда надо брать реально пулеметы гранатометы я не знаю панцерфауст я не знаю что сюда надо брать чтобы как-то эффективно противостоять этим тварям потому что но они урон впитывают невероятнейшим образом в принципе персоналу больницы мы помогли все равно сюда мы еще сходим так теперь немножко надо нам восстановиться не давайте сначала сходим до непосредственно больнички можно тут помогут на халяву как минимум фетисову о действительно скопытился командор у него берем ключ досье на гноровскую ухты так это все энциклопедия боев досье гноровская в о в одном только бою за город долицу у реки северный донец санитарным инструктором гноровской были вынесены с поля 47 раненых бойцов и командиров красной армии с их вооружением гноровская лично уничтожила 28 солдат и офицеров противника два немецких танка типа тигр прорвав оба линию обороны под совхозом иваненкова немцы устремились в расположение штаба полка когда танки оказались на расстоянии 60-70 метров от штаба гноровская схватила связку гранат поднялась в полный рост и жертву собой бросилась нашедшую первую вражескую машину прогремевший взрыв остановил танк о как о как героически героически наши предки действовали ну собственно говоря это отсылки на настоящих партизан героев войны боль закаляет смотинянская гноровская меща тяжелее так держать спасибо что поддержал так у кого есть вещмешок вернее не вещмешок ахилка так это у нас 762 да это передаем валя хоть сколько-нибудь потому что не у патронов вообще нету так фетисов фетисов номер два ты мой дорогой так сюда вот на этом задании мы собственно говоря и потратимся прилично так в таком состоянии как ты сейчас нет нам еще на блокпосту драться так а есть что-нибудь что можно как-то осмотреть но отсюда в разрушенное здание сходим то действительно что то есть так фото карточка отряд советских партизан неплохо так и еще какой-то вот комод еще что-то наградной лист так где там наградной лист до сен гноровского на космодемьян жительницы смотрели видимо надо чтоб погрузилась так старший техник лейтенант быков леонид алексеевич 20 года рождения урожене деревни островы сибирского района псковской области в 1940 а сороком году закончил саратовское танковое училище был на фронте с первых дней войны сорок первом году защищал город нарофаминск в составе 39 отдельного танкового полка за проявленное нуждство стойкость и отвагу в боях достойны медали за отвагу о как кстати у нас с боевым духом все не очень хорошо он как бы нормальный но слишком мы слишком мы сильно встряли из-за этих долбанных ссс подлюки такие какой-то ключ мы взяли а вот как раз таки ключ от ворот больницы вот этот вот ключ который здесь лежит он и открывает эти ворота фетисов у нас немножко контуженный зато проход организовали так я думаю что это будет воровством так видимо видимо это слишком тяжело до открыть ворота на и пройти просто сюда нет это это шина до михилки это что такое таблетки у краски лечит головную боль но это как инструменты считаются не знаю как вас благодарить то что они хотели сделать это ужасно я живу на свете седьмой десяток ну и представить не мог что люди на такое способ если они когда-то и были людьми то давно вы справитесь с и ранены справлюсь тяжелых здесь нет удачи вам и вам тоже что же все-таки переполненная ну валя возьми тогда белозера кстати бегает не слабо вообще нас как бы вроде спортсмен это фетисов лесгавтовец а что-то улепетывает вперед всех именно она блин ребят я понимаю что конечно это зверство забирать лекарства из больницы где и так много раненых но нас за это не штрафуют я бы этого не делала если бы на меня накладывали штрафы штрафы не накладывают значит все в порядке а ну валя а видимо вот этот вот ключ один из тех которых мы подобрали у офицера видимо он открывает эту дверь но мы не будем уже проверять патрон это в принципе для для санька наружу здесь так ну что могу сказать друзья мои товарищи бой возле больницы был труден игра конечно значительно усложняется а вот тут уже накладывают штраф это уже это уже чьё-то интересно как нам можно будет поступиться к блокпосту так сохранимся чем будем рисковать лови гад только ш можно неси неси и он неси 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 может попробовать обойти может попробуешь помолчать спасибо что держал тогда можно просто облаву на них устроить с нашей группы я надеюсь блокпоста не заагрятся попробуй добежать родная вот сюда надеюсь тебя тут не срисуют так сарае надо убрать будет 1 хочешь еще оля какая-то ненасытная это мне еще не насытная о бляха муха вот и гранаты подоспели блин и все такое нужное ну ладно пусть полежит в любом случае мы будем сваливать отсюда так как я валентайн вот сейчас мы попробуем сделать красиво когда они дойдут вот сюда так нет можно уже смело загружаться я не взял я не выбрал винтовку зоне ну вот и все все сейчас дойдут до центра и мы работаем берешь на себя серединку валя берет первого здесь Ольга берет последнего последнего Зоя сдох Оля сдохла вернее Валя ну я надеюсь подлечить мы их сможем если не мы то никто тратим хилы драгоценные наши как будем воевать с блокпостом я не знаю ума не приложу уже и патронов нету этих тварей один мусор ну вот нахер мне эти сигареты патроны мне дайте что тут кстати а как сюда вообще пройти можно тогда ящик есть а смотреть его нельзя так видимо видимо какая-то шутка юмора от разработчиков странно опять кровь застирывать да да опять застирывать другое дело если не мы то никто здесь назвали не теперь штраф по стрельбе насколько я понимаю да скорость передвижения снижена убийство в режиме скрытности невозможно всегда начинается ближний боем понятно отряд в подавленном состоянии точно снижено время правда миссия жопная жду приказа давайте попробуем самым нашим боеспособным бойцом блин вот реально кинуть гранту с задержкой очень бы пригодилось решила бы все проблемы так что нибудь есть еще полезное кроме того командуйте бывало и хуже в принципе можно будет запульнуть одновременно две гранаты и давайте мы на этой попробуем сделать так берем белозерову самого нашего боеспособного члена группы надо бы выкосить вот эту гниду к сожалению метание ножа не работает в нашей действительности хотя можно попробовать наверное у нас же штраф наложен только на стрельбу это в план не входило только на стрельбу из винтовок вот можно было попробовать его как раз таки ножом копнуть вот этого гада который тут ходит а еще убрать вот это вот черта он как раз отходит за ханамак спокойно вот как раз это было бы очень правильным ходом да 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 потому что наскок убрать этот блокпост это просто это это невозможно это анрил как собственно и движок так и это задание не подведи да ножи он метает здраво несмотря на то что травмирован справляется вполне забери свою финку еще одна финка но нам уже не нужна у нас их у нас уже даже с перебором тихо да тихо быстро аккуратненько все в воронку это план не входило мы спрятались чудно а как меня вот этот вот видит вот друзья мои важный вопрос как он меня там увидел я просто я правда не знаю понятное дело что как бы игра то хорошая это просто я рукожоп но в некоторых моментах она невероятно бесит правда вот игра в некоторых моментах настолько по идиотски сделана что вот не знаю то ли ограничения такие в плане как бы движка в плане игровых механик внутренних но просто если бы это была реальная жизнь все бы обруливалась в миллиарды раз легче но условности местные это просто жопа что целиться на каждую секунду спокойно уберу его те вот это меня устроит вполне спасибо что поддержал в укрытие в укрытие золин слава богу он за хана магом не видит так бутылки есть у кого-нибудь я просто понял что как бы не наш не наш это способ в открытый бой в такой игре открытый бой совсем не нужен он вообще не нужен здесь только стелс потому что в играх где нельзя контролить непосредственно стрельбу где все полагается на искусственный интеллект на анимации нельзя нельзя ввязываться в открытый бой так закрытый сейф это интересно это кстати офицер стоит спокойно но я хочу приманить бутылочкой получится ли это вот куда он смотрит по идее вот сюда можно вот сюда даже можно поставить прям вот сюда давайте так сделаем хорошо кстати что предмет ставится ровно в ту точку куда ты указал то есть нет никаких условностей как допустим в том же мэн оф вор ты даже если выбираешь мину в конкретное место он поставит все равно рядом не конкретно в ту позицию которую ты кликнул у вас издаст шнапс что я по-моему сохранился прямо прямо на тревогу да сразу ставим этому дегенерату режим не стрелять потому что я не понимаю почему атакует фетисов неожиданно он просто не с того ни с сего начинает стрелять реально дебил какой-то всем пригнуться открытие быстро кто меня видит а ой 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 как я был близок а как он видит меня в полузатемненном здании ну что за бред ну что за ахинея господа чё вы сочиняете не смешные сказки ну кто блять кто замечает кто сука все равно я буду сейчас мочить этого радиста при любых раскладах не оплави гад есть все аурлекс да 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 самое главное что мы сделали это упредили себе проблемы связанные с тревогой а это мое можем открыть сейф можем и тут ой ой как тут много всякого разного патрон мы обязательно заберем это 762 да информация о да это как раз таки патрон для вали а вали же кстати неподалеку я ее посадил вот как раз пусть ходит заберет у нее всего 4 осталось не торопимся не торопимся так что я могу сказать в принципе устроить натиск с двух сторон это было бы очень козырно но получится ли в принципе у нас очень довольно сбалансированные такие команды мальчик девочка мальчик девочка плюс стрелок а тут оба стрелки да тут оба стрелки тут оба автоматчики на белозера аутова так надо быть осторожным ты сможешь гранату кинуть да сможет а можно ли сделать такой же хитрый финт ушами только с зориным у него ведь тоже гранаты имеется в принципе очень даже то есть мы как бы подблочим их с двух сторон и это будет офигенно так вуаля интересно они вот это окно палят или нет сука очень аккуратно дерево посадили вообще конечно хвала разработчикам за очень тонкий левел дизайн вот прям реально очень тонкий аккуратный левел дизайн вот так вот я уже не первый раз замечаю эту аккуратность просто хочется похвалить а что произошло вот вот реально вот что сейчас произошло ко всему прочему что я рукожопой игра вот реально что произошло в честь чего началась атака нужно быть осторожней не ошибиться бы построим гадам сюрприз хотелось бы конечно хотелось бы сюрпризом устроить вот давай будем устраивать так в первую очередь фетисов устраиваешь тотальный залив белозерова гранату на пулеметную точку зорин гранату тихо ты же мог закинуть гранату вот сюда валя снимаешь этого козла пробуем я не верю я не верю что мы смогли это друзья мои куда дальше да будь это шутер от первого лица здесь бы все сложилось по другому но поскольку это стратегия с огромным количеством условностей имеем что имеем это что такое подобрал какие-то какие-то набор видимо это медицинская сумка просто другого вида ох ребята да плотная плотная миссия по-другому не скажу задача ясна надо быть осторожным так я там видел здесь какие-то какие-то есть предметы а зачем все сюда пошли интересно а понятно воровство это уже а сюда если сходить где были каратели в начале игры понятно тоже воровство и это воровство ну хотя бы бутылки то можно забрать как бы тут повернуть поудобнее здесь долг завез уже нельзя а тут я просто надеюсь нарваться на какое-нибудь интересное досье или может быть склад с боеприпасами но в принципе боеприпасов мы вынесли и так не слабо стоп что здесь я не подведу а если на меня агрицы не будут тут местная ммм твою мать там какая-то интересная заметка есть задать ясна газетная вырезка я не могу ее не забрать берем валю сюда будь сильней валя 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 сюда скорее у тебя инвентарь еще есть газетная вырезка номер 9 недавно фашистами были застреляны трое подростков ходивших в лес собирать хворост это произошло на глазах у крестьянки Тихоновой и престарелого крестьянина Федулова который умоляли немцев пощадить ребят за что были жестоко избиты раздеты и брошены в холодный сарай вечером гитлеровцы напились обложили сарай соломой и подожгли в деревне Ивановка офицер потребовал от местных жителей 30 тонн картофеля 5 коров и 20 овец для германской армии которые крестьяне должны были доставить немедленно поскольку побывавшие в деревне ранее немцы угнали скот и отняли у крестьян продовольствие они не смогли выполнить требования фашистского офицера тогда в деревню был направлен отряд карателей согнав всех жителей включая женщин и детей на деревенскую площадь фашисты расстреляли каждого пятого оставшихся в живых крестьян увели в концентрационный лагерь а деревню сожгли вот такая вот беда мы сейчас не будем брезговать ничем я буду собирать реально все очень сильно мы просели по боеприпасам по медицине это просто беда реально миссия слишком потнючая слишком все покидаем покидаем это место всем всем лечиться обязательно и отдыхать но это будет уже в следующей серии сейчас главное нам покинуть задание эвакуироваться всех убили всех офицеров застрелили ух да это было тяжело санитарные условия тут не лучшие нужно будет провести дезинфекцию прожарить белье от шеи но сначала я хотела бы посмотреть какие есть лекарства на складе и провести медосмотр мастер нужно чтобы на базе был хотя бы минимум необходимого все что мы имеем на складе кулагин покажет он наш завхоз и снабженец и вообще на все руки мастер если что-то понадобится только скажите моргнуть не успеете как все будет слушайте его больше он же сколько времени мне новые сапоги обещает так одно дело ты а другое симпатичная медсестричка кто о чем овшивая баня пойдем валя уборка и медосмотр подождут нам девочкам есть о чем поболтать про нас ну про кого же еще покажу новенькой базу а то слетелись как вранье короче тут у нас любовные многоугольники судя по всему друзья мои что могу сказать на этом пожалуй что все восстановлением расстройкой добычи ресурсов мы займемся уже в следующей серии это и так была большая спасибо вам огромное за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте вступайте в группу вконтакте играйте в хорошие игры всем удачи всем пока берегите себя и а и и и и Субтитры подогнал «Симон»!